должна дать она максимум 2 и 1 2 и 2 килопаскаля она дает 2 и 5 2 и 6 это очень много всем добрый день снова с вами им зап снова я анатолий сегодня вам расскажу очередную такую не курьезную историю которая как бы не оставили без внимания решили показать вам потому что все это как бы порядком надоело и хочется вот то есть с помощью этих небольших коротких видео подготовить каждого из вас который приедет к нам и будет производить ремонт то есть все вы знаете что ремонт мы производим то есть по стоку то есть как положено то есть это оригинальные запчасти иногда бывает что оставим аналог но только при том учете когда этот аналог реально работает или ходит то есть мы уже сможем посоветовать или как-то вытащить вас из финансовой ситуации или что-то временно у нас сегодня был турбодизель киа соренто 8 года притащили на эвакуаторе прошла десятки сервисов не заводится если даже и заводится там с помощью эфира сразу дают газу глохнет либо допустим что-то стучит дымит ну все короче конец вот открыт в капот вот здесь мы видели мы что здесь далеко не все в порядке видно что да здесь был не один сервис все побито все порвано все разбито вот на третьем видно что вырвана там резьба видимо длиннее поставили болт но мы не будем этого касаться сейчас скажем почему вот крепление тоже крышки здесь нет ничего здесь сейчас я сразу забегу вперед на этом автомобиле я заменил две форсунки 1 2 цилиндра и заменил регулятор давления топлива вот смотрите сделали диагностику диагностику и нам нужно было по диагностике сразу сделали тест на обратку две форсунки 1 2 цилиндра сливали в обратку форсунки заменили вот дозирующий клапан здесь даже не важно номер смотрите у них есть окончание 633 и 750 на всех на всех автомобилях то есть это может быть гранд старт или соренто если это даже портер если установлена топливная рампа с регулятором давления вот с таким с торца вот так она стоит вот если стоит значит дозирующий клапан будет с окончанием номера 633 то есть он просто дает дозирующий клапан так вот здесь здесь стоял 420 насос то есть у него окончание было 750 и дозирующий клапан то есть не подходил был перепутанный или я не за может они насос заменили другой поставили то есть добавили проблем в другом сервисе каком-то непонятно как все происходило вот обнаружил вот такой регулятор тоже вот этот регулятор это получается там фирма какая-то даб что ли она восстанавливает или что-то сделает вот здесь вот вот здесь вот где место с касания такой вот колечко должно быть зеркало она соприкасается плотного стопленной рампой так закручивать и вот здесь по месту соприкосновения в верхней части не знаю видно не видно будет видно что он раковины то есть она пропускала топливо сам датчик побит и т.д. то есть завел давление скачет прыгает если даешь газу глохнет то есть она утечка всегда когда вы меняете регулятор давление топлива всегда когда меняете необходимо проверить посадочное место в топливной рампе вот здесь внутри то есть в самой рампе чтобы там не было вот как раз вот этих выемок опять же можно просто мы сняли регулятор при замене посмотрели если зеркало все аккуратно и ровненько то скорее всего в рампе тоже будет потому что она съедает с двух сторон то есть и там и там вот датчик там стоял вот этот какой-то даповский восстановленный то есть непонятно что это все то есть сделали приговор топливная рампа регулятор датчик массы расхода воздуха две форсунки и дозирующий клапан из всего что мы сказали привезли нормальный только дозирующий оригинальный клапан форсунки клиент привез 4 штуки от 145 сил то есть вообще купил нет своей машины это от 1 не рестайла кое-как со слезами он говорил поставить их их можно поставить вот они стоят их можно поставить от 145 поставить на 170 но необходим кронштейн от 145 сил и также есть то есть большой минус что форсунки от 145 сил они не пишутся у них нету семизначного кода как здесь то есть она не прописывается вот он привез точно такой же вот этот видный регулятор меняли другом сервисе хотя и бошевской коробки но на самом деле это все ерунда вранье привозит он нам форсунки от 145 сил хрен с ним уговорил поставили все заводится на нас полоборота привозит точно такой же регулятор который не держит тоже не работает он сейчас там стоит мы будем выкидывать его оттуда и привез вот такой китайский дмрв то есть по дмрв вообще не советую не вздумайте дмрв можно приобрести как за 12000 так и можно приобрести за 7000 дело в том что даже на датчике массам распада воздуха имеется номер то есть первый мы бьем здесь номер у нас kia hundai он бьется и 2 можно по бошу то есть бошевский это будет точно такой же только без надписи kia hundai не стоит он будет 7000 то есть там оригинально в итоге машина все заводится полоборота все работает все хорошо но как только мы даем под нагрузкой нагревается даем газу она бьет ошибку по высокому давлению топлива если мы устанавливаем другой его новый этот регулятор то она заводится долго и встает в аварии по низкому давлению 0087 и сегодня как бы мы сказали друг давай уже как-то либо делаем либо что-то еще и вот в итоге он нам привез сегодня топливную рампу то есть мы подсказали ему номер чтобы он не ошибся полностью топливную рампу он на разборке купил датчик не битый ничего то есть я уже открутил проверил посадочное место все очистка всю рампу промыл прочистил и сейчас будем менять для замены топливной рампы нам потребуется следующее то есть снять аккумулятор площадку патрубок интеркулера патрубок охлаждения топливопровод теплообменник топливный фильтр ну и коллектор вот снимем коллектор и потом заменим то есть открутим 4 топливные трубочки и заменим топливную рамку сейчас разберем и потом уже покажем как все это будет на самом деле на данный момент давление держится где-то наверное 420 410 вот хотя заданное 274 то есть должно быть у нас все сейчас приступим начнем разбирать нам понадобится понадобится ну коллектор мы помоем так схеме он будет чистенький продаю воздух а прокладочку впускного коллектора надо быть обязательно новую принципе больше нам ничего не надо смотрите разобрали сняли топливную рампу топливопровод это неправильно что я так снял я побоялся его снимать здесь защелка сломана то есть здесь тоже обратка непонятно чего за шланг здесь внизу тоже кое-как уже как сказать здесь есть такая ну замок внутренний его толкает и разрываются две пластины его нету снизу тоже ничего нету не но вот снизу стать есть такой а здесь отломанный не хочу ничего лезть здесь тоже было откручено все везде заглушен где где только можно было резьбы в головке где-то там под болт нету болты непонятно какие короче ужас одним словом ужас сейчас попытаемся все собрать назад коллектор помыли вот новая оригинальная прокладочка у нас будет эта прокладочка вот она как выглядит вся такая уже устала вот ее не за передавили ли что с ним не знаю случилось вот это рампа которому устанавливать и вот эта рампа которую сняли так вот проблема вот там внутри если там видно вот по там должно быть зеркало там задиры вот эти вот точки и раковину как раз то вот где они соприкасаются вот так друг друга в том месте и идет утечка топлива то есть именно по этой причине мы меняем топливную рампу теперь будем собирать все обратном порядке и заведем будем надеяться что все будет работать здесь еще как конечно очень большая масса нюансов там передывает турбина плохо работает клапан управления и так далее так далее то есть но клиенту нужен результат чтобы она не вставала в аварийный режим чтобы заводилась не глохла как бы все остальное его не интересует то есть вот сейчас прокладочку закинем я уже побаиваюсь тут что-либо другое лишнее трогать потому что все где-то тут какие-то резьбовые части не в порядке все отваливается на разъемах также вот нету никаких замков крепежей ничего все это многочисленное количество раз снималась и все это мучили не знаю где это все так происходило ну все сейчас производим сборку а потом запустим и посмотрим как все вот получится ну что с контрактной топливной рампой у нас все стало на свои места то есть самое главное что повезло именно что регулятор на ней рабочий то есть рампа сама была целая напомню что то есть после того как клиент нам привез кучу мусора мы ему дали уже номер и говорим друг привези рампу в сборе вот я уже привез то есть я сразу выкрутил датчик все промыл прочистил рампу прежде чем установить и сейчас поставил вот у нас получается сейчас у нас давление топлива только завел холодно еще чуть-чуть завышена то есть она падет то есть должно бы 270 сейчас 290 сейчас прогреется и упадет по расходу топлива то есть здесь должно быть от 8 с половиной до 9 то есть тоже холодно сейчас прогреется расход воздуха датчик кстати китайский но работает как новенький нагрузка двигателя у нас максималка 29 должна быть кто сейчас прогреется и упадет будет в норме то есть регулятор показывает что работает и дозирующий клапан на насосе говорится утечки нет вот этот свист слышите свист вот он вот здесь такой свист стоит вот он бой это турбины вот по поводу турбины там уже где регулировка люди прикрутили такой огромный болт какой-то но она все равно будет ее нам надо либо ремонтировать снимать то есть разбирать понять можно ли отремонтировать если нет значит заменить на это клиент не согласен то есть у нас идет передув и вот сразу слышно что форсунки работать жестко то есть причиной является либо неисправные топливные форсунки третьего четвертого цилиндра либо они не прописаны форсунки либо те форсунки которые мы поставили от 145 сил то есть работает грубовато но самое главное все заводится все работает все устраивает поэтому на этом целом ремонт наш заканчивается поэтому если столкнулись с подобной бедой и не знаете что делать прийти все сделаем поможем и и и Продолжение следует...